Всем привет! Сегодняшние новости просто снесли мне лично крышу, я уверен, что с большинством из вас будет так же. Так что, кто не готов услышать самый невероятный и жесткий спойлер 8 сезона Игры Престолов, и в частности его финалу, у вас еще есть время одуматься. Так как после услышанного в следующие 10 минут ваш взгляд на Игру Престолов уже точно не будет прежним. Что ж, раз вы остались, как я понимаю, спойлеры вас не страшат, и даже наоборот. Так что вам можно рассказать, что по самой последней информации, в финальной части 8 сезона и именно новой сцене Драконьего Логова, зрители, то есть нас с вами, ожидает невероятный поворот, а именно предательство, и никого не будь от Тириана. Да, вы не ослышались, я, честно говоря, сам был в шоке, когда все это впервые услышал, но факты таковы, что данная информация, скорее всего, правдива. В общем, обо всем, что с этим связано, как и о других не менее потрясающих секретах финала, я расскажу вам прямо сейчас. Да, ребята, маленькое объявление, я тут между 20 и 28 сентября буду в Риме, так что, если кто есть оттуда, или может просто тоже там будет, можем встретиться, думаю, будет прикольно. Так что, если что, пишите мне на почту, она в описании к этому видео, и давайте сразу начнем с источника информации. Я думаю, часть из вас знает такого персонажа, как Фрики Доктор. Он в первую очередь прославился на реддите, а теперь у этого чувака есть и свой ютуб канал. Так вот, помните прошлогодний слитый сценарий седьмого сезона, который процентов на 90, а то и 95 подтвердился? Вот, уж не знаю откуда, но именно у Фрики Доктора оказались самые полные и самые подробные спойлеры всего прошлого сезона, вплоть даже до отдельных диалогов и сцен. Насколько я знаю, своих источников Фрики не раскрывает, но факт остается фактом, они у него очень солидные, а главные уже проверены. Из-за этого у Фрики Доктора, как он сам говорил, были даже определенные проблемы с HBO и так далее, и это все к тому, что этому парню лично я верю на слово, так как свою компетентность он уже доказал. И вот несколько дней назад этот самый спойлерщик Сия Вестероса выпустил на своем канале видео, ссылку на него я оставляю либо в описании, либо в комментариях, кому интересно посмотрите, правда оно на английском. И в этом видео Фрики Доктор говорит о новой сцене в Драконьем Логове, которую снимали этой весной в Испанской Италике, и о том, что в ней будет происходить. А будет в ней, по его словам, следующее. Там произойдет новый сбор основных персонажей шоу, главными среди которых будут Джон, Дейенерис, Санса, Ария и Тириан. А Серсей почему-то Фрики не говорит, или я чего не понял, но сейчас это и не особо важно. Короче говоря, именно в ходе данной сцены окажется, что Тириан, Тириан Ланнистер, на самом деле предал Старков, предал Джона, предал Дейенерис и вступил в тайный сговор со своей сестрой. Как именно это откроется, мы пока что не знаем, но в результате именно Тириан, он, а не Санса или кто другой, окажется предателем. Ну и это еще не все. Тогда же все в том же Драконьем Логове произойдет еще и сцена Возмездия. Ну вы помните, в прошлом сезоне расправы над Мизинцем или отцом и сыном Тарли, как я понимаю, на этот раз случится нечто подобное, недаром среди присутствующих будет и Ария. А она, как все мы знаем, в последнее время не церемонится ни с кем. Ну как вам такие новости? Я лично пришел от них в полный ступор, ведь Тириан, любимчик многих, один из самых обаятельных персонажей всей истории, с которым ассоциирует себя и сам Джордж Мартин, да к тому же один из пятерки тех, которые, по словам Джорджа Мартина, должны пройти всю дистанцию до конца и вдруг он оказывается предателем. Я бы, скорее всего, просто-напросто не поверил бы таким заявлениям, если бы не их автор. Во-первых, человек, достоверно сливший весь прошлый сезон, а во-вторых, человек, живущий в Испании, в которой как раз-таки и снимали сцены Драконьего Логова, то есть вероятность, что он получил какие-то достоверные инсайды крайне высока. В общем, вы прямо сейчас можете в комментариях написать, что думаете обо всем этом, а я пока что расскажу, как именно фрики-доктор объясняет такой шокирующий поступок беса. Дело в том, что тоже не очень давно в Entertainment Weekly вышло интервью Питера Динклейджа, в котором актер неожиданно для всех разоткровенничался и поведал всем, что его персонаж оказывается влюблен в Дейенерис. Да, именно так, что Тириан любит ее, или по крайней мере думает, что любит. И не имея никаких шансов, для него это куда сложнее, чем обычная неразделенная романтическая любовь. А еще вся эта ситуация усугубляется тем, что Тириан, со слов Питера Динклейджа, по-своему любит и Джона Сноу. Ведь эти двое, отвергнутые своими семьями, они оба выбрали не те пути, которые от них ожидали, в общем, между Джоном и Тирианом много общего. Такой вот каламбур. Теперь вы, думаю, понимаете, почему Тириан вел себя так странно во время пресловутой сцены Джона и Дейенерис на корабле. Что тогда означал его взгляд и все остальное? Ну и вот получается, что неразделенная любовь, ревность и другие смешанные и сложные чувства вынудят беса в восьмом сезоне предать своих союзников и, как результат, поплатиться за это смертью. Каких-либо других причин или подробностей этого фрики-доктор не раскрывает, говоря, что он сам не в курсе, пока. Но, как по мне, то и услышанного более чем достаточно. Выходит, что не зря в конце прошлого сезона нам показывали странный взгляд, да и все поведение беса после переговоров его с сестрой. И уж не знаю как, но в дальнейшем он таки решит вновь сменить сторону. То есть у нас с вами получается такой вот супер-мега-твист, когда мало того, что один из главных положительных героев оказывается предателем и в результате погибает, так еще и братья Ланнистеры кардинально меняют свои стороны. То есть Джейми с одной стороны уходит от сестры, по крайней мере Николай Костер-Вальдау говорил, что у Серсея и Джейми все. И тут же нежданно-негаданно Тириан берет и примыкает, в свою очередь, к королеве Вестероса, бросая всех своих товарищей. Может быть тут еще имела место и затаенная обида Тириана на всех и вся за то, что ему пришлось бежать из родного дома, из своих родных краев и в конце концов стать изгоем в своей семье и искать счастье служать чужим правителям. Хотя, с другой стороны, первое, кого можно за это винить, это именно сестрица Серсея, с легкой руки которой и начались основные беды Тириана. В общем, думать-гадать мы тут можем еще долго, но факт остается фактом. Даже не так, это пока что и не факт вовсе, но информация из очень проверенного источника, который, кстати, говорит еще кое-что интересное. Помните, тогда же весной этого года все мы обсуждали супер новость о том, что все ключевые персонажи сериала, а точнее актеры, исполняющие их роли, собрались в Италики для съемок Драконьего логова, а также других съемок неподалеку оттуда в Севилье. Тогда еще мы недоумевали по поводу появления, в первую очередь, безликих Якина и Бродяжки или Тома Влашихи и Фэй Марсей, ну и самое главное, Короля Ночи Владимира Фурдика. Так вот, по инсайдерской информации, которой поделился с нами Фрики, HBO и шоураннеры сериала поступили именно так, как многие предполагали. В том смысле, что они просто-напросто собрали всех, кого тогда могли, для якобы участия в съемках, хотя на самом деле в этих самых съемках принимали участие только некоторые из них. Все же остальные, само собой, появились просто для отвода глаз, для подогревания интереса зрителей, создания интриги и, самое главное, для того, чтобы запутать следы, и мы с вами не знали, кого именно будут снимать, а кого нет. Что же, это у них с блеском получилось, так что уже непонятно, появится ли, скажем, Якин в восьмом сезоне, на что многие, да и я в том числе, надеялись и надеются до сих пор, или же это было не более, чем пускание пены в глаза. Например, Фрики признался, что Эмилия Кларк, несмотря на все спекуляции, вообще не прилетала в Сибирь, а Кит Харрингтон хоть и прибыл на место съемок, но участия в них не принимал и даже не переодевался для этого. Что же касательно Тириана, который тоже засветился там же, это точно неизвестно, да и по большому счету не важно. Самое важное у нас с вами в другом, в переворачивающей все с ног на голову информации, которую преподнес нам вполне проверенный источник, это раз, который имеет под собой основание, это два, и самое главное, которое вполне себе вяжется с последними откровениями самого Питера Динкла и Джайки Тириана. Так что все фанаты Беса, для вас новости явно не утешительные, но при этом все равно очень и очень интригующие. Что ж, нам с вами остается только ждать и думать, о чем же Серсея смогла приманить своего младшего братца, а также какое-то возымет влияние на всю расстановку сил в Семи Королевствах. Ведь все-таки Тириан ни много ни мало, а цельный десница бурерожденной, посвященной во все ее планы и знающей очень и очень многое. Понятно, что такой козырь в рукаве для Серсея будет совершенно не лишним, а как оно будет на самом деле, покажет время. Теперь в свете самых свежих новостей некоторые уже начинают думать, гадать, а не лил ли Тириан воду на мельницу Серсея еще в прошлом сезоне. Но вы помните, что именно слушая советы своего десницы, Матерь Драконов по сути растеряла все свое стратегическое преимущество, лишилась ключевых союзников и в результате не только не сумела добиться цели и взять столицу Семи Королевств, так еще и была вынуждена пойти на переговоры и альянсы с насквозь двуличной Серсеей. Ответа на этот и другие вопросы у нас пока что нет, так что будем ждать, тем более что Фрики пообещал, что очень скоро где-нибудь на следующей неделе он должен будет поделиться с нами новой инсайдерской информацией, так что давайте следить. Ну а вам за всем этим следить не надо, достаточно просто подписаться на наш канал, ну и само собой нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе свежих выпусков. Кому же понравилось это видео, несмотря на его печальное содержание, поставьте лайк и поделитесь с вашими друзьями. Ну и давайте уже пообщаемся в комментариях. На этом у меня все, уже очень скоро мы с вами увидимся вновь, а пока что всем пока!